Добро пожаловать! Спасибо, что вы присоединились ко мне на несколько мгновений. Цель моих посланий, которые я готовлю от всего сердца, вдохновить вас верить и еще больше приблизиться к самому Богу. Сегодняшняя тема «Я не оставлю тебя и не покину тебя» — это потрясающее слово, которое мы находим в Библии. Вдохновляю вас приобрести собственную Библию. «Я не оставлю тебя и не покину тебя» — это слово, которое мы находим как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Когда мы читаем это слово в Новом Завете, позже мы обратимся к тексту, оно в оригинале передается нам в рамках пяти отрицательных высказываний. «Нет, я не оставлю тебя никогда, не покину тебя никогда». Очевидно, что Бог желает навечно начертать на наших сердцах слова о том, что Он не может не оставить, не забыть, не покинуть нас. Я бы хотел вместе с вами посмотреть три отрывка из Библии, в которых записаны эти самые слова. Первый отрывок находится в книге Бутие. Поскольку у нас несколько отрывков, не буду каждый раз открывать Библию, а просто прочту вам их сейчас. Во-первых, в книге Бутие, 28 главе, в 15 стихе написано следующее. «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». О чем и о ком тут идет речь? Речь идет об Иакове. Иаков в бегах. Он создал много проблем дома. Он конфликтовал с отцом, с матерью и особенно с братом. Он ночует где-то на природе. Там Бог открывается ему и говорит ему, «Иаков, я не оставлю тебя и не покину тебя. Есть то, что я хочу совершать в твоем сердце, в твоей жизни. Никто и ничто не сможет остановить то, что я в тебе начал. Даже твои плохие намерения, поступки и решения не помешают исполнению моего плана. Я верну тебя на это место и буду вмешиваться. Не оставлю тебя и не покину тебя никогда». Второй отрывок. Это первая книга про Липоменон. 28 глава, 20 стих. «И сказал Давид сыну своему Соломону, «Будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобой. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня». Бог вдохновляет молодого Соломона, который станет преемником отца Давида. Давид все приготовил для строительства этого известного храма в Иерусалиме. «Это одно из чудес света». Бог говорит ему, «Я буду с тобой точно так же, как было с Давидом. Я буду с тобой до завершения этого строительства. Я поддержу тебя и буду с тобой». Из этого стиха можно извлечь то, что сегодня нам не нужен храм Соломона. В Новом Завете написано, что мы — храм Божий, так как Бог желает пребывать у нас. Бог говорит, что Он продолжит то строительство, которое Он предпринял, то, что Он начал делать в твоей жизни, до достижения цели. Не оставлю это, пока не сделаю то, что намерен сделать в твоей жизни. Я желаю, чтобы мой план исполнился в тебе. Я буду упорно трудиться над этим. Я не остановлюсь, пока не изменится твоя жизнь. Давайте посмотрим отрывок в Новом Завете, послание филиппийцам, первая глава, шестой стих. Апостол Павел говорит, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Когда вернется Иисус, Божье дело будет завершено. Если Богу удалось изменить Иакоба, о котором я говорил ранее, если Бог завершил это огромное строительство, я говорю о храме Соломона, значит, Он способен это сделать и в нас. Я не оставлю тебя и не покину тебя, пока мое дело не будет завершено. Далее вторая мысль в пятой книге Библии Второзакония. Итак, Моисей говорит следующее. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя. Это 31 глава, шестой стих. Здесь мы читаем о переходном периоде. Моисей умер, и Иисус новин занимает его место, чтобы дальше вести народ. Точно так же, как и я был с Моисеем, говорит Бог, я буду и с тобою. Я не оставлю тебя и не покину тебя. Кто мог бы заменить великого Моисея со всеми его талантами и дарами? Иисус новин не способен, но Бог говорит, не нужно, чтобы ты был таким же, как он. Я буду с тобой точно так же, как был и с Моисеем. Если читать чуть дальше в тексте, то мы находим те же слова вдохновения. Я сам пойду пред тобою, потому что не отступлю от себя и не оставлю тебя. Друзья, Бог обещает каждому из нас сегодня, что Он не оставит нас и не покинет нас, потому что у Него есть намерение на каждого из нас. Если вы сегодня находитесь в каком-то переходном периоде, если новые этапы вашей жизни или новые сезоны открываются перед вами, знайте, что Бог говорит вам лично, я не оставлю тебя, я не покину тебя. точно так же, как я был с другими, кто шел до тебя. Я буду с тобой, если ты будешь за меня держаться. Ну а теперь посмотрим последний отрывок. Послание к евреям. Это слово из Нового Завета. 13 глава, 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Невольно вспоминаем 22-й псалом, в котором написано «Господь, пастырь мой, я ничем не буду нуждаться». И также слова апостола Павла «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Бог говорит «Не переживай». «Если ты прилепишься ко мне, если исполнишь мою волю, если ты последуешь за мной в качестве ученика, я тогда посвящаю себя тому, чтобы восполнить твои нужды. Если ты исполняешь мою волю, ты ни в чем не будешь нуждаться». Если ты ищешь прежде Царство Божие и правды Его, все это приложится тебе. Друзья, я столько раз пережил это на деле и могу только согласиться со Словом Божиим. Верен Бог так, как Он повторяет нам сегодня. Нет, я не оставлю тебя никогда, не покину тебя никогда. Пусть это Слово будет вдохновением лично для вас, которое утвердится о вашей жизни. Пусть оно даст вам мир и уверенность, что если вы протянули Богу свою руку, то Он дает вам это замечательное обещание. Да благословит вас Бог! До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин